друзья всем привет это будет коротенькое видео для всех людей которые хотят искать работу в бельгии я просто коротко расскажу вам мне вообще на моем канале очень много видео работе о поиске работы о сайтах ну не знаю там огромное у меня уже количество видео я думаю что и даже про интерим есть это временная работа поэтому заглядывать смотрите изучайте если вы сейчас находитесь поиски работы бельгии но сейчас я просто дам наверное мои маленькие совет о том как продать себя и что самое главное на данный момент то есть что вам надо сделать чтобы найти работу я уже не я уже в каждом видео об этом говорила что которая связана с работой это то что вы должны знать как минимум английский язык это минимум потому что давайте разберем почему это важно но потому что вы приехали в новую страну вы еще не знаете как тут все устроено вы не знаете законов вы не знаете правил и если вы побежите искать работы без языка вас могут обмануть вы можете подписать контракт не зная условия работы не понимая что от что от вас требует какая у вас будет зарплата есть на какой счет они будут платить вам зарплату будут ли у вас бонусы будут ли у вас выходные имеете ли вы право взять выходной что будет с вами если вы как уволиться можно ли уволиться какой срок у вас увольнения то есть эти все важные вещи вы бельгии должны знать поэтому прежде чем искать работу пожалуйста изучите хотя бы базовые знания языка хоть какого-то бельгии бельгия это страна языков то есть вы приезжаете сюда должны понимать что бельгия это страна языка французского нидерландского немецкого и английского но если вы знаете английский но на данный момент вы можете найти работу потому что сейчас работодатели очень открыты особенно к украинским беженцам которые бегут сюда переезжают сюда которые хотят работать и вообще временная защита подразумевает собой под собой что вы будете работать и не будете сидеть на пособие от уснв потому что это не принято бельгии ну временно вы можете сидеть но как только вы уже изучите язык и или у вас уже есть язык вообще-то они имеют ввиду чтобы вы шли искали работу и шли работать потому что жить на пособие это ну нереально хотя я знаю что многие получают получали в украине намного меньше чем здесь пособие поэтому вы наверное думаете что здесь огромное пособие действительно если по меркам сравнивать зарплаты и пособия здесь здесь действительно очень хорошее пособие но качество жизни здесь тоже высота бельгия одна из самых ну хорошо обеспеченных стран здесь хорошо развитая экономика здесь хорошо многих высшее образование здесь люди работяги работают хорошо много людей ценят здесь дают много привилегий много дают в разных бонусов тем самым вот этими бонусами они покрывают дыры или наши налоги которые мы платим то есть мы платим здесь колоссально колоссальные налоги если у вас 5-7 тысяч евро в бруту то налоги будут 40 процентов это сто процентов а то если вы получаете 10 тысяч евро то максимальное максимально что у вас налог могут забрать это 52 процента вы это тоже должны знать давайте начнем с того то есть вы решили и вы мотивированы искать работу и это мне очень нравится что украинцы хотят сразу работать это мне прям знаете мне вот это восхищает потому что многие беженцы которые бегут сюда они осознанно бегут на пособие то есть они знают что здесь хорошее пособие они могут просто получать деньги сидеть на пятой точке и ничего не делает потому что ну как бы зачем когда и так деньги платить правильно я поражаюсь сейчас что многие украинцы украинки особенно они ищут работу они хотят работать и вы молодцы что несмотря на все трудности вы хотите работать поэтому многие люди люди сейчас идут на контакт идут на создают специальные вакансии чтобы помочь вам устроиться здесь есть очень много фабрик здесь есть очень много хороших квалифицированной работы есть также работа как вы можете устроиться в ресторане в кафе можете работать как уборщица официально тогда у вас тоже будет очень хорошая зарплата я не расскажу в следующем видео потому что у меня будет видео про востребованной профессии на 2021-2022 год вы узнаете какая зарплата и насколько это востребованная профессия то есть бельгия действительно очень хорошо развита и она здесь люди очень хорошо друг другу относятся солидарны друг другу помогают есть случаи что очень плохие случаи и дискриминации и как-то не принятие других людей с другой фамилии но все зависит от вас все зависит от вас поэтому первое это учите язык второе научитесь составлять правильно ваше резюме или себе себе это ваша визитная карточка не делайте раз-два и готова посвятите сейчас у вас есть время посвятите время созданию вашей визитной карточки будьте открыты новым возможностям будьте открыты к любой работе в плане возможно она будет ниже той работы которую вы работали но возможно зарплату которую вы будете получать она будет намного выше который вы получали там поэтому я считаю что опыт это превыше всего знание языка и опыт поэтому когда вы создаете себе или ваше резюме пишите абсолютно весь опыт работы но чтобы это было релевантно для работодателя то есть чтобы он знал чем вы последнее время занимались постарайтесь чтобы не было пробелов они это абсолютно не любят ненавидят они будут вам задавать вопросы где вы были вот с этой даты по эту дату у меня там на работе вообще дня по день спрашивают где была что я делала если вы не работаете пишите что вы были не работали но вы занимались этим то поучились вы были волонтером вы учили язык вы путешествовали то есть все принципе все самые важные даты обязательно пишите если вы занимались бухгалтерии мужа пишите если вы занимались каким-то проектами пишите были в декрете но занимались блогерством рассказывайте об этом людям интересно блогеры вообще мне кажется это такая классная быть блогером это классная классная хобби многие стесняются об этом рассказывать потому что волга я какой-то блогер нет это тоже работа это написание сценариев это съемка это монтаж это презентация себя на камеру поэтому обязательно об этом рассказывайте кстати у меня недавно вы не вышло видео про мои советы что я советовала бы как быстро найти работу обязательно посмотрите я там хочу подробно рассказывала и так мотивационное письмо она не обязательно везде если вы сами спонтанно солиситируетесь или ищите работу она конечно приветствуется рассказать немного себе почему вы ищите работу как бы как выпад почему вы подходите на эту работу как продать себя это самое важное это вы будьте позитивным будьте открыты улыбайтесь и рассказывать вот вы нашли например работу в сфере айти вы тоже идти работаете в этой сфере но вы именно хотите в эту попасть в эту фирму расскажите почему вы вам понравилась эта фирма почему вы влюбились в эту в их сферу почему вы уважаете их визии их взгляд на мир какие у них ценности изучите их сайт от начала до конца и посмотрите на трудные слова сделайте какие-нибудь заметки и составьте по этим заметкам классный вопрос который потому что вас в конце обязательно спросит если у вас какие-то вопросы вы должны будете вообще-то сказать да у меня есть вопросы и у меня они были например вот как вы там производите это и это я заметила на вашем сайте вот это предложение прочитала что вы имеете ввиду то есть они тогда поймут что вы читали их сайт чтобы заинтересованы в их проектах чтобы что вам интересно и самое главное мне кажется самое главное что даже если вас не возьмут на работу и даже если вы в конце в они скажут о ну мы подумаем и вы скажете хорошо спасибо что просто спасибо что вы уделили мне время у меня будет еще несколько тоже встреч я просто вот это интервью дало мне тоже какую-то мотивацию вот так прям говорите она дала мне энергию заряд положительных эмоций общения с вами и то есть но не выйти конечно же вы не можете говорить ну да вот типа спасибо там говорите на энтузиазме покажите как вас глаза горят вы хотите работать именно там и даже если они не возьмут вас благодарите за это потому что у вас открываются другие возможности поверьте люди которые годами работают на одной фирме они иногда не знают что их ждет другой фирме возможно там намного больше зарплата выше больше каких-то бонусов больше выходных а также возможно там лучше клика коллектив поэтому тоже готовьтесь к тому что рассказать о том какой вы человек какие у вас сильные качества плохие качества слабые качества но в контексте вашей работы не надо рассказывать человеку что вы там ковыряйте носу или там много смеетесь но это вообще их не интересует они даже после этого скажут что тут сидит за человек абсолютно не не абсолютно не знает что надо говорить поэтому говорите профессиональные вещи которые действительно минусы которые послужили бы вам не как плюсы на этой работе а искренне говорить что вы работаете над этим над этими минусами на данный момент и делать абсолютно все чтобы их устранить итак следующее это запишите видеобэ это службы занятости я уже рассказывала в тоже в одном видео видеобэ это во фландрии форум это в волонии и там есть citrix не многие им доверяют но чем мне они нравятся на их сайте можно получить бесплатное образование у них много курсов они предоставляют образование для людям через них вы можете читать очень много полезных статей какая статистика в плане работы зарплат вы можете посмотреть какие на данный момент востребованные профессии многие мои видео я стараюсь черпать инспирацию через их сайт самое главное старайтесь читать как можно больше на языке на котором вы будете работать или хотели бы работать но посвятите время изучение языку и наверное последнее что я бы хотела вам сказать вы должны расставить приоритеты вы как мама или как женщина потому что для мужчин другие приоритеты для женщин другие мужчины вы расставьте свои приоритеты а мама ежели женщина должна расставить свои скольки до скольки вы готовы работать какой у вас будет график если у вас дети имейте ввиду что дети когда они пойдут с ясли или в крэш в ясли крэш одно и то же в школу они начнут сильно болеть ну это нормально они будут болеть потому что здесь люди тоже родители отправляют своих больных детей в школу в ясли потому что им некуда деваться у нас нам надо работать чтобы платить по счетам поэтому когда вы начнете работать имейте ввиду что дети будут болеть готовы ли вы сидеть если у вас няня если у вас люди которые посмотрят за вашими детьми как когда вы работаете а когда они болеют у меня четыре или пять приоритетов было первое это работа недалеко от дома но она не должна быть вашим приоритетом мне кажется ваш приоритет должен быть найти работу неважно какую потому что получив опыт работы бельгии мне кажется потом уже проще и проще устроиться на другую но это ваш выбор потом у меня было выбор работать плавный график то есть я не хотела работать по вечерам и выходные это у меня нот-дон потому что у меня маленькие дети и я не могу себе позволить чтобы у меня не сидели по каким-то няням крэшем опфангом и так далее потом у меня был приоритет чтобы зарплата у меня была приоритет я хотела получать больше чем я получал на провод на предыдущей работе я хотела там получать обязательно чтобы у них была возможность развиваться то есть в каждой фирме идет возьму по идее у них есть какая-то система чтобы вам было можно было учиться то есть для меня это было приоритет и хороший коллектив конечно же хороший коллектив от коллектива все зависит не потом если вас плохой коллектив имейте ввиду что вы не будете работать там долго поэтому это конечно же обязательно я надеюсь это видео спонтанная без сценария было вам полезно ну сделал абсолютно все чтобы вам помочь я записала на эти за эти несколько дней 7 видео поэтому это восьмое видео поэтому я супер постаралась и я надеюсь и кстати видео все очень длинные максимально полезные поэтому я надеюсь они вам понравятся и вы поставите пальчик вверх подпишитесь подпишитесь на мой канал и будете ждать других новых позитивных видео из бельгии я вас всех крепко обнимаю желаем вам хороших выходных недели и просто будьте берегите себя все всем пока привет большое из бельгии